Приятного временипрепровождения. С вами, как всегда, козел альпийский. Снимаю я в солнечный день перемешку всех и взрослых и не очень взрослых зверей. Надо сказать, что изменения в выпасе довольно серьезные. Поскольку, как я уже сказал, зверей стало мало, это вот все, кто остался. Они могут себе позволить есть только ту траву, что хотят, а не ту, которая останется, допустим, от более сильных животных, более не таким сильным. Поэтому вот можно даже вот такое наблюдать. Я ближе не подойду, то не получится, то спугну. Все не любят они, когда я так снимаю, как они просовывают голову. К тому же это делают в основном молодые животные, животные небольшого размера. Это животное. Оно, наверное, считается все-таки еще пока молодым. Ну, по крайней мере, оно не старое. И вот оно так вот может просунуть. Забор, естественно, не порвется. Сетка очень прочная. Ее только лось может порвать. Я снимал об этом ролик давно, года три назад. Что он сделал, как он порвал. Ну, конечно, мелкий скот не способен что-то сделать такой сетки. И даже не всегда получается, как я уже говорил, это молодые животные так могут сделать. Взрослых не получается, потому что она жесткая очень такая сетка. толстая, видите, довольно. И как правило... На самом деле я не видел ни у кого больше такую сетку. По крайней мере, где я вот нахожусь, только у меня такая сетка. В основном, или забор деревянный, ну так, для вида сделан. Просто чтобы обозначить границу. или, ну, его нет, да. А если, как бы, хозяйство это прикрытие, то там какая-нибудь дорогая сетка сделана. А вот у меня, наверное, самый удачный вариант. Видите, здесь 5 метров натянуто между столбами. Я ни одну сетку такую не знаю, что можно было бы на 5 метров натянуть. Вот. Сейчас в одном кадре покажу. Вот, видите, 5 метров натянуто. А на сегодня все. Всем пока!